Паримач и футбольные клубы «Шахтар», «Десна», «Верес», «Львів», «Днепро-1», «Металіст-1925», «Чорноморець» и «Мариуполь». Заряжені перемогати! Есть такое устойчивое мнение, что в Лиге Чемпионов на судей влияет магия имён, и судьи, вольно или невольно, помогают большим командам. Вот мне кажется, сегодня было подтверждение этой истине. Нет, я не думаю, что сегодня не было никакого давления на арбитрах. Я думаю, что есть другие команды, которые привыкли давление на арбитрах, и украинские журналисты знают прекрасно, о чём я говорю. Я думаю, что сегодня оба команды играли очень хороший футбол, и все видели, и на самом деле думаю, что неправильно сегодня говорить о арбитрах, и даже травму, которую Трауре получил, это просто случайно, как всё происходило. Поэтому сегодня не говорим о арбитрах, а просто о командах, которые оба играли хороший футбол. Добрый вечер, мистер. Скажите, пожалуйста, насколько серьёзная степень травмы у Латина Траура? Спасибо. Я думаю, что он получил серьёзную травму. Мы не знаем ещё, насколько серьёзной эта травма будет, и узнаём, думаю, на течение днях. Но на самом деле мне очень жалко, не только для него как футболиста, потому что мы теряем сильного футболиста, но на самом деле как человек, потому что он молодой и талантливый игрок. Мистер, скажите, пожалуйста, насколько відчутна была втрата Трауре самая в контексте вашего плана на гру? Кто мог бы выполнять его функции? Я думаю, что когда Педриньо заменил Трауре как нападающий, он играл грандиозный матч. На самом деле, как и ТТ сыграл сегодня грандиозный матч. Кто знает, может, что с Трауре на поле мы выиграли бы, но кто знает, можем даже мы проиграли бы. Поэтому в конце концов остаётся, что очень печально, что Трауре получил такую серьёзную травму. И очень жалко, потому что молодой футболист всегда, когда есть такие травмы там, это печально. И другое запитание. Скажите, пожалуйста, чем была выкликана ваша реакция, за которую вы отримали жёлтую картку? Я думаю, что там был штрафной из-за рукой Лаутаро Мартинеса и потом неправильный фоль, который арбитр дал. Но на самом деле это, ну как, ситуации, которые происходят на поле, поэтому ничего страшного. Скажите, пожалуйста, то, что Симон Инзаги в середине второго тайна заменил вначале Джеко, а потом Лаутаро Мартинеса, означает ли то, что у вас тактический план по нейтрализации этих форвардов сработал хорошо? Симон Инзаги оттолкто Джеко и Лаутаро, амессо Корреа и Санчез. Он заменил с Корреа и Алексей Санчез, которые они тоже играют в атаке, поэтому я не думаю, что Симон Инзаги хотел как-то нейтрализировать. И даже Корреа потом в конце матча создал несколько шансов, и поэтому думаю, что именно так и было. Вопрос, мистер, вчера вы сказали, что Интер ментально сильнее, чем Шактьор, и на бумажке сильнее, чем Шактьор. Как вы думаете, что это в конце концов показалось ли нет на сегодняшний матч? Я думаю, одно и то же, как и вчера, потому что Интер сильнее даже ментально, чем мы, потому что сегодня, даже когда у Шактьора владение мячом было надолго, Интер не потерял терпение, и даже потом они создали нам сложности, поэтому это показывает, насколько Интер ментально сильная команда, и сегодня Шактьор, в конце концов, получился результат нича 0-0, и поэтому мы должны быть довольны. Сегодняшний результат предполагает то, что в следующем матче с Реалом нужно брать очки, желательно выигрывать. Будете ли вы созваниваться, консультироваться с Уишем Каштру, специалистом в этом вопросе? Нет, мы не думаем о Реал Мадриде, мы просто думаем о матче против Динамо, который будет играть здесь, на Олимпийском воскресенье, и поэтому мы должны просто концентрироваться к этому матчу. Я уже думаю, и ментально я готов к этому матчу, и на самом деле мы должны перевернуть иерархию, потому что в прошлом сезоне Динамо выиграл чемпионат, и сейчас они в период в чемпионате, и поэтому мы должны просто думать об этом матче, что для нас много всего значит. И второй вопрос. Если, не дай бог, все-таки травма Трора будет серьезной, как планируете решать проблему с форвардом? Спасибо. Фернандо, у нас есть Дентиньо, у нас есть Жуниор Мураес, который скоро возвращается, и у нас есть здесь Петринио, и мне очень нравится, как он играет в этой позиции. Сегодня и команда, и ваш тренерский штаб очень классно себя проявили, но был один гравец, которого все выделяют в первую очередь, называют героем матча. Это Андрій Пятов. Как он набрал такую божевольную форму, и какую роль он играет сейчас для вашей команды? Спасибо. Кто говорит, что Пятов был герой матча? ЛИНТЕР, Симон Инзаги. ЛИНТЕР сказал Симон Инзаги. И журналисты итальянские журналисты? И журналисты украинские. И но, это не проблема, потому что мы тоже имели много возможностей для гол. Нет, мне так не нравится, потому что я считаю, что мы создали много шансов, чтобы забить гол. Потом, конечно, Андрій Пятов сегодня играл грандиозный матч, но вся команда сыграла грандиозный матч, поэтому считаю, что неправильно говорить просто Пятов. Вопрос. Хотел знать, если в конце концов одно очко это печально для Шахтера, и для тех в таблице это лучше, это очко. Я вчера, когда сказал Интер, грандиозная команда, я совсем не врал, сказал правду. Поэтому одно очко для Шахтера, я считаю, что это очень престижный результат. У Интера, конечно, тоже были несколько шансов, чтобы забить гол, например, переклады на Баррелла, или Джеко, или в конце матча с Корея, когда сейв Пятов был очень грандиозный. Но на самом деле сегодня я, конечно, более концентрирован на моей команде, это нормально, я просто думаю, что сыграли оба сильные команды, и мы видели сегодня очень качественный футбол. Максим Панасюк про футбол диджитал. По-перше, витаю с перемогою. Маю два питания. Первое питание суто по игре, по подготовке. Первая игра, если в групповом этапе загадывать. Програли шерифу, сегодня ничья. И насколько Петринь особисто відчувает, насколько лучше подготовлена была команда до второго поединка, поревняно с первым? Ну и второе питание. Если можно, что до позиции, достаточно несподеванно, так, через травму тралера, Петринь опинился на позиции нападника, насколько зручно он себя там почувает, или готовый скласти подальшую конкуренцию, как сказал, так, Петринь, инженер, паник. Я чувствую себя достаточно комфортно абсолютно на этой позиции. Это не в первый раз. Мистер на тренировках иногда проводит такого типа ротацию. В некоторых упражнениях я уже действовал на позиции нападающего. У меня есть полная свобода действовать там. В любом случае, буду потихоньку привыкать. Важно действовать не только на одной позиции, на нескольких. И если я понадоблюсь, я всегда буду готов играть на любой позиции, которая мне скажет. Чувствую себя там свободно. Скажи, пожалуйста, вот сегодня мы все говорим о том, что команды провели великолепную игру. Шахтер, наверное, заслуживал и на большее, чем на очко. В частности, у тебя был великолепный момент на 30-й минуте. Ты бил из-за пределов штрафной, и там чуть-чуть не хватило мяча, чуть выше перекладины. Что в той ситуации помешало тебе провести более точно? Да, к сожалению, не получилось. Как мы действительно правильно подметили, мы сегодня показывали очень достойный футбол, хорошую игру и могли без всяких сомнений уйти сегодня со стадиона победителями. Не хватило каких-то правильных последних решений, возможно, асиста, возможно, удар. Будем над этим работать, чтобы прибавлять, дальше становиться лучше и забивать, потому что моменты действительно были. Спасибо. Спасибо, что смотрели это видео. Если вам понравилось, то поставьте лайк и подписывайтесь на Профутбол Диджитал, чтобы футбол был всегда рядом с вами.